всем привет сегодня покажу вам такие вот наушники meizu hd50 смотрел я про них в интернете все думал что же лучше или эти xiaomi mi headphones или как там они типа hi-fi или вот эти все-таки выбрал такие вот по дизайну не эти куда больше нравится чем сяомовские ну протестировал и один день на самом себе на своих вкусах сейчас расскажу что и как значит открыли коробочку появляется вот такая вот штучка пластмассовая снимаем дальше сразу чехольчик и там какая-то инструкция на китайском открываем чехольчик чехольчик кстати такой вроде мягкий вроде твердые типа полупротивоударный такой но в любом случае прикольный защитить наушники от чего бы это не было нормально вот они сами сразу наушники у нас сделаем наушнички на здесь он за сеточку можно что-то положить какой-то провод не знаю что вот он провод три с половиной миллиметра это полностью металл это металл здесь тоже металл единственное что пластмассовая это кнопочки отклик хороший с кликом такой приятный там провод тоже такой весь мягкий резина силикон что-то такое длина не буду врать или метр или метр двадцать или полтора что такое но вполне когда телефон в кармане допустим штанах там джинсах и наушники на голове ничего нормально не тянет ничего сами наушники очень красивые сейчас расскажу просто такой переходник очень дешевого типа они как выложиться в наушниках премиум класса это для самолета в самолет почему-то два канала по моно каждый чтобы слушать стерео надо вот такой переходник с двумя штекерами ну это реально просто самый дешевый переходник которые вообще когда-то видел там такая дешевая пластмасса ну просто китай китай конечно ничего не скажу за такую цену что они продают эти наушники ничего больше не ожидаешь ну и вот такой переходничок не знаю как он правильно называется но доме меня поняли что это за переходник вот это тоже по приятным хотя бы весь такой металлический ну я думаю что качество тоже немного ну пойдет спасибо что положили китайцы больше ничего нету что касается самих наушников дизайн отпад просто качество но мне очень понравилось пожалуй это наверное все что я могу о них сказать да действительно я ожидал что они будут звучать приятно тестировал их с плеером фио x1 второго поколения со смартфоном one plus 3 ничем меня они не удивили что касается звука сравнивал я вот с такими в блуде у меня беленький это по-моему т2 что ли так вот эти блуде вы просто не не знаю мне больше намного нравится чем пока я верить мэйзу пока что мэйзу я буду из всех трех наушников что я слушал это план троникс бэкбит про пантроник себя пока что вынесу на первое место скал кэнди крашу да простят меня люди будет на втором и мэйзу на третьем ну и реально не знаю звук у них вообще никакой во первых тихий во вторых нету не баса нету не знаю одни средние частоты и все такое ощущение что китайцы просто потратили теле все деньги просто на их дизайн и материалов потому что опять же качество очень-очень клёвое все собрано очень классно дизайн отпад но звук полное давно просто простите если кого кто-то считает иначе но я не меломан я просто говорю что слышу я слышу ничего в этих наушников они просто 0 для меня опять же заговорил о качестве здесь все в порядке на там к это затычка видно там болт или что здесь затычка уже вылезла хотя и послушал только один день потом вставлю ну само качество материалов качество сборки меня очень порадовало здесь все такое мягко здесь написано мэйзу очень мягкая на голове тоже мягенькая приятная на ощупь такой но запах всей этой реально такой конечно не китайские такие резиновые тапочки но недалеко от этих резиновых тапочек они реально пахнут вот этой китайщины такой наверное запах со временем пройдет но все из металла 50 здесь вот такие полосочки запоминать на каком положении носишь или соответственно выставить так же самое на другой стороне как она вываливается вообще уже вывалилась почти ничего амбушюрки очень мягкие на голове сидят очень клево прям вообще таких пушинки легкие давайте вам даже весы у меня еще здесь посмотрим сколько они весят вот весит они 222 красивая цифра 222 грамма на голове их не знаю почти не не чувствовал но опять же из плюсов только про дизайн могу рассказать все металл вот эти чашечки как не выточены вот это вот плести прям можно радоваться очень классно очень жаль что со звуком они подвели я их как хотел бы оставить себе ну ну звук звук ребята звук вот right что еще раз сказать складываются на вот таким и ложишь чехол таким вот образом занимает мало места конечно это не премиум наушники что нужно ожидать за 50 долларов наушниках или сколько ни там 70 60 долларов стоит неважно вот эта вот часть ходит очень-очень приятно плавно вот это вот болтается как сопля конечно не скрипит но зазорчик сами смотрится видно не будет видно ну короче реальность так ходит только вот эта часть порадовала такая приятная на их стороне то же самое и даже какая-то херня уже выпадает вот подключается не только по проводу нет у них никакого не будет просто ничего давай троните много обзора на них думаю кому нужен конкретно подробный обзор тот исправлял найдет но почему-то люди говорят они хорошо почему-то люди хвалят и это и побуждает таких как я таких как еще кто-нибудь покупать слава богу я просто могу увернуть как я сделал со всеми предыдущими да но тот человек который их купит из китая уже не вернет вряд ли он будет посылать обратно в китай доставка выйдет дороже чем сами наушники поэтому я скажу этих наушниках что их покупать абсолютно не стоит разве что из-за дизайна они не дают тот звук что обещанный тот звук да даже с хай-фай плеером даже флаг mp3 неважно что они не знали мне не понравилось как они звучат это конечно не худшее что я слышал это не самые там дешевые наушники на мне все равно звучат но он далеко не очень далеко от хай-фай для чего-либо по моему мнению ну вот такие вот пироги такой обзорчик маленький кроме качества я ничего в них рассказать не могу звук отвратный всех благодарю за внимание наверное когда доберусь до этого премиум сегмента все таки я хочу заказать бенка но люфсин белок ли по моему 5 с не ошибаюсь так называется мне не очень нравится как они выглядят потом обязательно хочу боус киусе 35 новую модель но из консульта и и самое что хочу попробовать это санхайзер моментом 2.0 варлес но это будет все позже там суммы уже другие или конечно это уже премиум наушники пойдут и надо немножко заработать как говорится чтобы посмотреть что там предлагают премиум компании так что так когда-то мы доберемся и туда обещаю что выложу видео и расскажу также про другие наушники всем спасибо